И сегодня, если зададим себе следующий вопрос, если посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, еще тогда тосковал по нам, где же наша тоска, где же наша любовь? Как же эта любовь проявляется? Где же она проявляется? Проявляется ли она в следовании за Ним? Проявляется ли она в нравах, которые мы переняли от нашего любимца? Ведь любящий невольно приобретает качество, и он невольно подражает своему любимчику, своему кумиру. Остался ли для нас, является ли сегодня для нас кумиром посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма? Этот вопрос, как можно они задавать себе, если мы последователи, если мы община этого посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, который плакал, у которого пошли слезы из тоски по нам? Этот вопрос мы должны себе задавать, особенно в этот месяц. Ведь этот месяц нельзя, как некоторые хотят, некоторые вот относительно поведения мусульман в месяц Раби'у ауаль, тоже хочу несколько слов сказать. Есть две крайности у нас. У нас в Дагестане очень часто можно встретить крайности, их легко можно встречать, то с этого краю ходят, то с того краю ходят. Посередине, по самому безопасному, по самой безопасной полосе не хотят идти. Есть люди, на которых находят некое омерзение, некоторое злоба, когда наступает Раби'у ауаль, потому что часто слышат слова маулид. Это вызывает их гнев, ведь этого не было во время пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Я не говорю, стараюсь никогда что-либо говорить от себя. Я всегда стараюсь апеллировать, хоть я и не называю этих имен, апеллировать и излагать мысли, полагаясь на корифеев исламской науки, на их высказывания, на их заключения. Что касается маулида, что такое маулид? Маулид – это когда мусульмане в месяц Раби'у ауаль говорят о пророке, саллиллаху алейхи вассаляма, воспевают, читают некоторые произведения, в которых восхваляется посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И вот относительно такого явления в исламе, относительно этого формируются две крайности. Одна крайность, которая вообще считает, что это чуть ли не куфр, чуть ли не самый тяжкий грех бидра и так далее. И есть другая крайность, которая говорит, что это есть такой ибадат, что маулид – это делались подвижники, что это есть такой ибадат. И ты не правы, и эти не правы. Где же шариатское верное заключение этому вопросу? Не все, что не имело места во время пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, является запретным. Если в месяц Раби'у ауаль какие-то мусульмане вспоминают о жизни описания пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, будем говорить, каким-то образом это отмечают в своей жизни, выделяют, нужно посмотреть, каким образом они это выделяют. Если они это выделяют теми же действиями, которым посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сам призывал, то это самый лучший способ того, чтобы вспомнить о посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в этот месяц. Но если же кто-то это делает, допуская при этом то, что было противно посланнику Аллаха, тем, что им было запрещено, запрещено Священным Кураном и хадисами Пророка, то мы этим людям говорим, что они не достигают таким образом довольства Всевышнего Аллаха, а напротив навлекают гнев Всевышнего Аллаха. К примеру, когда мы делаем маулид, и при этом мы допускаем чрезмерную расточительность в еде, мы допускаем к обществу в то место, где мы собрали гостей мужского пола неприкрытых и вообще женщин для того, чтобы обслужить этих наших гостей, это харам. Наверное, с этим никто не будет этому возражать. Но когда говорят, слишком перегибая палки, пытаются назвать, как говорится, все, что между небесами и землей сегодня находится, все это называют бидра, и при этом не прислушиваясь хотя бы чуточку к призывам улема, ученых, которые объясняют это объективно, это тоже крайне противоречит исламу и тем более привносит тяжелейший раскол в общество мусульман. Ведь на почве того, что у кого-то дома собрались на маулид, кто-то туда не приходит, потому что он считает, видит или считает, что он совершит тягчайший грех отступления от ислама. То есть я хочу сказать, тот человек, который делает маулид, он должен знать, что это хорошее деяние, которое во время пророка в такой форме не проводилось, а он хочет организовать у себя дома или же где-то во дворе, где бы это ни было, организовать мероприятие, которое служит призыву к исламу, да, в эту призыву к ознакомлению с жизнеописанием нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, и это богоугодное дело. Если так говорить обо всем, что появляется в наше время, ведь сегодня, если тогда сахаба, ради Аллаху анхум, для того, чтобы делать да'ва, для того, чтобы призвать неверующих в ислам, им приходилось снаряжать караваны и отправляться в дальние пути, вы скажите, разве бы они сегодня не воспользовались бы услугами интернета для того, чтобы направить послание в ислам? Тогда и услугами интернета, сидеть в интернете, создавать там сообщество да'вата в ислам, разве это тоже бедааа? Поэтому, дорогие братья, слово бедаа должно иметь объективное растолкование, поэтому я очень хочу своими этими словами привнести, просто закрепить наше единство и не выражать, поддержать какую-то группу людей. чем меньше между нами возникают разногласия, тем крепче наше единство, дорогие братья.